Указом президента Кыргызской Республики выборы депутатов Джоурку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. При этом 27 августа вступил в силу принятый Джоурку Кенешем 28 июля 2021 года Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Джоурку Кенеша Кыргызской Республики, которым определен новый порядок избрания депутатов по осмешанной системе, мажоритарно-пропорциональной. Поэтому мы подготовили видеоуроки, в которых расскажем об основных организационно-практических мероприятиях по подготовке и проведению парламентских выборов. О деятельности Координационной группы оперативного реагирования, а также об электронном реестре жалоб и нарушений расскажет сегодня Исмаилова Чинара Советовна, уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Центральной избирательной комиссии. Чинара Советовна, расскажите, пожалуйста, какова основная деятельность Координационной группы оперативного реагирования? В соответствии с 43-й статьей Конституционного закона указано о том, что в период подготовки и проведения выборов во всех избирательных комиссиях, это в центральном уровне и окружных избирательных комиссиях, формируется Координационная группа оперативного реагирования. Основными функциями Координационной группы оперативного реагирования является оперативное реагирование на нарушение избирательного законодательства и информирование граждан о результатах расследования, которые проводят правоохранительные органы. В состав Координационной группы оперативного реагирования, как это изложено в законе, входят сотрудники правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, а также Министерство внутренних дел. Скажите, пожалуйста, каким образом работает электронный реестр жалоб и нарушений? В период подготовки и проведения выборов сформирован реестр нарушений по избирательным вопросам. Жалобы, которые поступают в период подготовки и проведения выборов, оперативно обрабатываются, анализируются и направляются в проохранительные органы. И этот материал, эта информация, которая поступила в Координационную группу оперативного реагирования, немедленно выставляется, регистрируется в реестре нарушений, в едином реестре нарушений избирательного законодательства, который находится на сайте Центральной избирательной комиссии. И осуществляется секретариатом Координационной группы оперативного реагирования. Скажите, пожалуйста, каким образом избиратели могут обратиться в Координационную группу? Для того, чтобы прозрачность, открытость, законность, эти принципы были достигнуты в период подготовки и проведения выборов, в Центральной избирательной комиссии существует несколько каналов связи, по которым каждый гражданин Крымской Республики может обратиться с жалобой, с информацией, сообщениями, заявлениями в Координационную группу оперативного реагирования. Эти каналы связи находятся на сайте Центральной избирательной комиссии, это электронная почта, короткий номер, могут позвонить в общественную приемную, на телефон доверия Центральной избирательной комиссии. Центральной избирательной комиссии